Фонд задействия инновациям объявил итоги грантового конкурса «Умник». Победителями от Верхневолжья стали пять номинантов от Тверского государственного технического университета. Молодые ученые получат по 500 тысяч рублей на своей инновационной разработке. С одним из победителей пообщалась наш корреспондент Наталья Чекет. Одна из победительниц конкурса – студентка первого курса магистратуры Тверского государственного технического университета Кристина Козлова. На конкурс девушка представила разработку для позагребневых плит на композиционной основе гипсовым вяжущим. Такие плиты предназначены для возведения перегородок в зданиях. Если вы приходите в здание, где нет перегородок, то это полностью ваша планировка. Вы можете из-за этих перегородок возвести любые стены, сделать любую планировку, которая вам нужна. И это будет очень быстро и просто. То есть конструкция сделана так, что вы их собираете как лего вверх при помощи раствора. И всё, крепите полупотолок, и у вас готовы полностью перегородки. Суть инновационной разработки Кристины – добавление в состав плит фосфогенного гипса. Он является побочным продуктом производства химических добавок и удобрений. Применение фосфогипса помогает использовать сложный промышленный отход и не загрязнять окружающую среду. А также снижает себестоимость производства плит. Запросы идут от производителей. То есть им это интересно. Они хотят такие продукты, хотят перерабатывать изделия. И, ну, скажем так, в обсуждениях с коллегами мы пришли к тому, что это может быть актуально, и начали работу. Так как этого продукта много, цена у него минимальна. А гипс сейчас, на самом деле, даже дороже цемента, то для производства очень невыгодно. Поэтому в первую очередь, да, снижаем себестоимость продукции. Полученный грант Кристина планирует использовать на дальнейшие исследования разработки и закупку необходимых материалов. Всего на конкурс «Умник» было подано 32 заявки. Из них 20 вышли в полуфинал. На победу претендовали инновационные разработки, связанные с 3D-визуализацией, адаптивными технологиями производства металлических изделий, созданием полимеров и композитных материалов проекта в области медицины. От людей науки зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверенитета России. Развитие нашей страны как научной и промышленной державы способны создавать и производить всё необходимое для государства и граждан. Конкурсные проекты оценивало жюри представителей вузов региона, органов власти Тверской области и Тверского отделения Банка России. Помощь участникам в сборе документаций и оформлении заявок оказал Центр «Мой бизнес» Тверской области. С каждым годом мы получаем всё больше и больше заявок. В этом году также в конце октября, в начале ноября месяца будет проходить очередной этап «Умника». И мы очень надеемся, что заявок будет значительно больше, чем в прошлом году. Получить финансовую поддержку на реализацию своей инновационной идеи могут физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации.